И меня не взяли. Флешмоб под таким названием сегодня набирает обороты в соцсетях. Люди рассказывают истории жизненных провалов, которые в основном сводятся к формулировке «Хорошо, что меня не взяли, я получил больше». Так люди хотят доказать, что никаких случайностей в жизни не происходит. Всё на пользу, даже если иногда так не кажется. Меня не взяли в пианистке. Между светлой стороной искусства и тёмной обмана людей при помощи рекламы я выбрала последнюю. Ни разу не жалею, а играю периодически всё равно. Последний раз в Венеции месяц назад. Меня не взяли в лыжную секцию. Во втором классе и я попал на плавание. А в начале 2000-х не взяли в Копенгагенский офис Microsoft. Даже и не ответили. Оно и к лучшему. В девичестве меня не взяли работать на пару радиостанций. И я ужасаюсь от мысли, какой бы могла быть сейчас, если бы взяли. Замуж меня, впрочем, тоже не позвали. И один раз это было по-настоящему обидно. Хотя тогда я была такой малоосознанной, что ещё могла бы и отказать. Меня не взяли танцевать гоу-гоу в клуб Соха. Но я всё равно нашёл работу, связанную с ночной жизнью, и делаю лучшие костюмированные шоу города. Меня не взяли замуж. И кто-то всё ещё бродит по миру в поисках меня. Флэшмоб «Меня не взяли» запустил сотрудник агентства «Грейт» Артём Кудрявцев. Он первый рассказал о своих неудачах в работе и написал. В 2012 году меня не взяли в дневник.ру. Потом как-то в 2013 мне взяли работу в СММ-отдел другой компании. Ещё в «Редкэтс» подавался с какого-то перепугу на пресс-секретаря одноклассников, и туда не взяли. Мы пообщались с представителем портала «Суперджо». По его мнению, нужно здраво оценивать свои возможности, но очень хорошо анализировать, почему же отказали, и смотреть на это прежде всего с позитивом. Ну а главное, не отчаиваться и искать действительно своё. Чем и хороша вот эта история с хэштегом, тем, что она про нашу жизнь. Хотя ведь это тоже неправильно, когда мы всё время, будучи специалистом, будучи профессионалом, встаём вот в позицию «меня не взяли». Мы должны быть в той истории, когда мы нашли друг друга. Вот не вас оценивают постоянно, не вы постоянно находитесь в состоянии «надо доказать работодателю, возьми меня, пожалуйста». Нет, это должен быть диалог практически на равных позициях.